Мэр Киева, Виталий Кличко у нас в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Вчера под Кабмином был черный вторник. Сегодня черная среда, так называемая. Потому что вчера побывали тяжело больные люди, которые остались без лекарств, из-за того, что не провели тендер. Сегодня были студенты, инвесторы, которые пострадали, инвалиды. Как вам работается с этим Кабмином? Достаточно непросто. Давайте не будем вешать всех собак на Кабмин или на ту или иную ветвь власти. Мы имеем ту ситуацию. Крайне тяжело. А на кого вешаете то, что не проходят тендеры, которые должен провести Кабмин? Крайне тяжело. В данном случае, я думаю, премьер-министр, ему необходимо выйти и четко дать ответ, в связи с чем не проходят тендеры. На самом деле, люди ждут реформ. Ждут реформ, и их необходимо сделать в короткий промежуток времени. От того, что очень многие приходят и говорят, Виталий, мы посадили вас в это кресло. На самом деле, меня никто не садил. Я сам пришел и взял на себя эту ответственность. В городе Киеве достаточно большое количество проблем. И от тех забастовок, которые мы можем организовать, эти проблемы не решаются. Мы должны... Ключевая задача. Открыто, честно говорить о проблемах, которые есть. Ну, они открыто, честно говорят о проблемах, которые есть. И вместе эти проблемы решать. Ну... Вы понимаете ситуацию? Вы знаете, я очень не хочу отвечать за проблемы, которые существуют в правительстве. Я отвечаю за то направление, которое мне доверили город. У вас правительство все в порядке? Ну, как сказать, все в порядке. Вы знаете, очень долгое время... Очень долгое время гуляла, до сих пор даже гуляют мои крылатые выражения. Когда два месяца четыре заместителя лежали в кабине. Так что в кабине сейчас кто-то лежит у вас? Ну, слава Богу, после того крылатого выражения на протяжении двух месяцев четыре заместителя лежали. И уже они, после того, как я обратился, они уже работают. Их согласовали. Подания согласовали. То есть у меня тоже претензии были. Я через следствие массовой информации обращался и решал данные проблемы. Непросто. Экономическая ситуация непростая. Мы точно так же... От меня требуют подачи теплой, горячей воды и тепла в квартирах. Я честно говорю, мы можем сделать все возможное, но только лишь при том условии. Если нам правительство даст газ. Так вот, если в тот момент, когда правительство ушло на выборы, у вас есть возможность с ним как-то коммуницировать. Где, кстати, газ взять? Вот где взять газ и по какой цене, это зона ответственности премьер-министра. И он четко должен отвечать на данные вопросы. Спасибо. Спасибо за эти короткие ответы. Это все? Вы хотите еще? Ну, одно могу сказать. Несмотря на те... То, что касается города Киева и той зоны ответственности, которая была поручена мне, могу сказать, что те ключевые задачи, которые возложены сегодня на город Киев, мы справляемся. Очень много проблем. Эти проблемы накапливались годами. И в очень короткий промежуток времени необходима команда кризисных менеджеров для того, чтобы решить проблему. И горячей воды. И для того, чтобы было в домах тепло, решить транспортную проблему, которые сталкиваются киевляне. Понятно, Виталий. Но вопросы поэтому и были относительно Кабмина. Потому что он в этой схеме стоит непосредственно. И люди выходили сегодня под Кабмин тоже по этому же поводу. Правильно? Куда им еще выйти? Спасибо вам большое. Спасибо вам. Виталий Кличко был у нас в студии. Спасибо.